Кроме того, в планах Кировской области в ближайшие годы войти в пятерку российских регионов с самыми хорошими показателями по надое молока. Для губернатора Никиты Белых это важно. Сегодня глава региона провел полуторачасовую пресс-конференцию для журналистов со всей области. Ответы на важные вопросы услышали и мы с оператором Антоном Мамаевым. Подведение некоторых итогов семилетнего периода моего нахождения на посту губернатора. В том числе результаты работы за 2015-й. Так начал свою расширенную конференцию глава региона. Сначала собственный доклад, затем вопросы гостей. Важный итог года. Теперь в регионе нет очереди в детский сад для детей с трех лет. Для этого пришлось создать 14,5 тысяч дополнительных мест в детских садах. Если быть точным, 14 471 места за этот период. Построено 24 новых детских сада. Проведена реконструкция более чем 250 зданий детских садов в целом по области. Другие итоги. За плечами открытие четырех культурно-развлекательных центров. В Кирово-Чепецке, Яранске, Слободском, Встрижах. Из спортивных объектов лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп», что официально откроется на днях. И, конечно, достижение, наконец, начало строительства путепроводов «Чистые пруды». Уже 500 миллионов рублей в прошлом году было освоено строительство. Ведется. Те, кто, собственно говоря, проживает в областном центре, могут в этом убедиться. Наша задача этот проект продолжать реализовывать. Это будет связано, естественно, с непростыми переговорами с федеральным центром. Потому что строительство ведется за счет федерального бюджета, федерального дорожного фонда. Но я надеюсь, нам это удастся сделать. Как удалось в этом году перевести в федеральное ведение дорогу Перм-Киров-Кострома? Ее 420 километров теперь не потребует многомиллионных вложений из областного бюджета. Что касается будущего в плане экономики региона, губернатор подчеркнул в 2016, цитата, «не год грандиозных перспектив. Безусловно, это год сокращения расходов». Никита Белых рассказал, что в будущем году планируется оптимизировать структуру многих бюджетных организаций. Ожидается сокращение на тысячу человек. Причем планируется приобщить к экономии именно муниципалитета Кировской области. Но несмотря на экономию, по словам губернатора, будут по-прежнему реализованы проекты по газификации, строительству. Кстати, 2015 по этому показателю оказался успешнее 2014-го и привлечению специалистов в районы области. Елена Чехомова, Антон Мамаев, Бюро новостей Дэрча.